Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Скидку до 20% могут ввести в кировских автобусах при безналичной оплате. Сейчас прорабатывается вопрос внедрения системы скидок в общественном транспорте, сообщили в региональном Минтрансе. Есть несколько вариантов снижения платы за проезд при безналичном расчете или при использовании транспортных карт. В ближайшее время проекты будут представлены, рассказал заместитель министра транспорта Артем Драчков. Отметим, в Кирове названа новая цена на проезд в общественном транспорте. С 1 июня она составит 40 рублей. Для сравнения, после повышения цена на проезд в Кирове станет одной из самых высоких в ППО. Выше, по данным, на сегодняшний день только в Казани – 42 рубля. 3200 кировчан нашли работу при помощи службы занятости. Это данные с начала 2024 года. Работу нашли 60% обратившихся. Сейчас служба занятости региона насчитывает свыше 21 тысячи предложений от работодателей. На одного соискателя приходится более пяти вакансий. Наибольшая нехватка специалистов в обрабатывающей сфере, сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении. По данным Росстата, в Кировской области сейчас беспрецедентно низкий показатель безработицы, который с января упал еще на 0,7%. В эфире «Экономика». На 125 тысяч рублей оштрафовали управляющую компанию за падение снега на Кировчанку. Штраф назначен по результатам прокурорской проверки. Происшествие случилось в середине марта у дома номер 67 по улице Ленина. С крыши там сошла снежная глыба и упала на проходящую мимо женщину. В результате пожилая Кировчанка получила повреждение руки, ушибы головы. В ходе проверки был установлен факт неудовлетворительной организации работ по содержанию общего имущества дома со стороны управляющей компании. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей. Помимо этого прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании в пользу пенсионерки денежной компенсации, причиненного морального вреда. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.